Мы находимся в усадьбе Покровская Рубцова, в поселке Пионерский, и это настоящее чудо. Дело в том, что усадьба по закону является объектом культурного наследия, но многие годы доступ к ней был закрыт. И вот мы узнали, что недавно Министерство культуры заключило соглашение с собственником о том, чтобы обеспечить посещение усадьбы желающим ее увидеть. Мы можем буквально прикоснуться к этим колоннам, свидетельницам того, как в усадьбе Савы Морозова гостил Чехов, а артисты Мхата исполняли его знаменитую пьесу «Медведь» в присутствии автора. Здесь бывали Левитан и многие другие великие люди того времени. Здесь любили бывать поленов и серов. В окрестностях усадьбы, в ее прекрасных пейзажах они черпали свое вдохновение. Вблизи имения был написан этюд Левитана «Дорога к церкви». Этот дуб точно помнит всех гостей усадьбы и ее хозяев. По заказу известного мецената и покровителя искусств Савы Морозова, одного из самых легендарных владельцев усадьбы, она была реконструирована знаменитым архитектором Шехтелем. Архитектор спроектировал внешние фасады и внутреннее убранство усадьбы. Но в годы войны она очень пострадала. После этого в 50-е ее восстановили. Здесь располагался дом отдыха Чехова. Но в 90-е годы усадьбу опять ждала разруха. Здесь произошел пожар. И только в 2000-е ее внешний вид был восстановлен. И теперь мы можем любоваться тем, как выглядит усадьба. Мы можем прогуляться по вековым аллеям Липового парка, спроектированного в регулярном стиле. И полюбоваться захватывающими видами, открывающимися с высокого берега реки Малая Истра. В зеркале старинного рукотворного пруда можно разглядеть отражение времени. Это прекрасное место располагает к тому, чтобы провести здесь атмосферную фотосессию или просто романтическую прогулку. Мы побывали в чудесном месте, которое многие годы было закрыто для посещения. Теперь здесь можете побывать и вы. Помните о том, что усадьба открыта для посещения каждую первую среду любого месяца. Ирина Галчихина, Глеб Голубцов и вся команда Истра РФ.